Добрый вечер. Меня зовут Шевцов Роман. Да, тебя видно, ты в самом центре. А, видно. Да, там открывает чат. Я хотел бы рассказать о том, как я распрекрасно провел День России. Я сразу пошел на Тверскую площадь. Почему? Потому что я считаю, что тем самым я проявил неподчинение нашей власти, которую я в корне не уважаю. Как вы помните, 26 числа я нес флаг от метро Белорусской до Манежной площади. Этот флаг до сих пор со мной. Вот он. Также он был со мной и 12 числа. Вот этот флаг, я надеюсь, будет 5, 11, 17. И 12-го дальнейшего планирую передать в музей революции. Хотелось бы, конечно, оставить его себе. Очень большой соблазн. Но это считаю долгом своим отдать в музей. Вот. Ну, вкратце расскажу о событиях, которые там были. Я прошелся по прилегающим улицам. Посмотрел наши силовые структуры. Каким образом они там находятся, сколько их, в каком виде. Ну, находилось там где-то, я насчитал, приблизительно полторы тысячи. Они прятались в гражданских автобусах. Автобусы были... МОЗТРАНС. Я сказал, как прекрасный праздник сегодня. Под дубинами полицейских и щитов. Вот. После чего я прошел ближе к рамкам. Начал народ подходить к 14.00. Ну, я видел, что полицейские начали уже препятствовать проходу людей к рамкам. И понял, что, возможно, ничего такого массового не будет. И решил хотя бы посмотреть те, ну, скажем, ту инсталляцию, которая была там. Ради чего там все это, как бы, и рамки стояли, и люди туда шли. Мы начали двигаться, начали собираться люди, появились наши соратники. Я нацепил значок от подготовки, люди это начали видеть. То есть, обрастать начал людьми, нашими сторонниками, людьми Навального. Вот. И потом мы начали продвигаться к рамкам. Там были ограждения железные, их мы снесли. После того, как мы их снесли, они прекратили пропускать людей через рамки. Народ начал скапливаться, начали, то есть, сначала начали хлопать, потом начали выкрикивать лозунги. Пошел разогрев. Ну, и, как бы, видели многие в интернете это все. Вот. После чего Росгвардия начала цепями врезаться в толпу людей, разделять ее на сектора. Потом они, возможно, я не знаю, потом они прекращали это дело, уходили с толпы. То есть, оценивали ситуацию или, может, что-то у них не получалось. Потом они начали это делать усиленно, отсекать толпу опять на сектора и начали давить. Росгвардия начала давить. В результате народ начал напирать на полицейских. В одну из таких цепей я провалился и выскочил на перекресток. Меня пытался схватить ОМОНовец. Я шустро назад заскочил. Но, опять же, начали происходить те же движения. Я выпал. Меня схватил полицейский за шею ОМОНовец. И, так вот, нагнув, потащил к автозаку. Я сказал, отпустите меня, я сам пойду. Он сказал, иди, а то я тебя сейчас еще пинать начну. Ну, и я оказался в автозаке. И, воль и случай, вот, с Эльдаром Датином я узнал, обнял. И это, я говорю, мне вот как везет. Первый раз с этим, с, забыл, с кактуса ведущего. Николай Ляской, да, первый раз сидел с ним. Второй раз вот с Эльдаром Датином. Вот, Эльдар, расскажи, как ты оказался там? Если ты еще попадешь в спецприемник, значит, еще с какими большими конечными приятными людьми. Я так с удовольствием с такими людьми пообщаться только за счастье. Да, ну, Эльдар-то у нас ассоциируется с уличным протестом уже не первый день, да, и не первый год. Поэтому особо интересно твое мнение. Акции 26 марта, акции 12 июня, твое отношение к ним. Испытываешь ли ты, ну, можно такое слово, наверное, сказать, ностальгию? Ну, потому что многие об этом говорят, что вот снова протест возвращается к своему уровню, там, 12-13 года. Все вот эти массовые акции, Болотная площадь и все прочее. И в хорошем смысле людей много. И в плохом смысле... Да, я не могу сказать. Да, пожалуйста, поймите. Я не хочу отвечать на вопрос, потому что я только благодарен за вопрос. Мое отношение изначально я даже к иммерсанту заявил. К сожалению, там в заголовке статьи моего интервью там неверно истрактовали. И вообще я такого не говорил, что я против несогласованных акций, потому что я как раз-таки выступаю за любой формат несогласованных акций. Так как я считаю, что наши кремлевские бандиты-оккупанты уже настолько показали себя нелегитимными, столько совершили преступлений, что власти народу ходить за разрешением своих конституционных прав, это просто позорно. Потому что права в соответствии с конституцией действуют прямо, то есть непосредственно. И согласовывать их с бандитами я не вижу никакого смысла. Но я изначально по 26 марта заявил в газете то, что я не согласен с повесткой. На мой взгляд, во главе угла должны стоять морально-нравственные аспекты, то, что у нас уже множество людей посажено, тех достойных людей, которые выходили за справедливость, за честные выборы. И выходить в первую очередь, мне кажется, нужно за них, потому что иначе какой смысл от лозунга «один за всех и все за одного», если мы своих бросаем, если мы своих кидаем. Например, в Украине, когда я был на Майдане, там своих не бросают. И мне кажется, коррупция, конечно, это важно, но для меня более важен человек. Я не согласен был с Навальным лишь в повестке данного митинга, то, что он против коррупции. Хотя Навальный, я думаю, популист, для него важно именно собрать как можно больше людей. Он эту цель выполняет, возможно, он в чем-то прав. Но для меня всегда важнее человек, поэтому чисто в повестке я с ним не согласен был. Но, еще раз повторюсь, формат его я абсолютно поддержал. И по поводу 12 июня, когда я увидел то, что Навальный призывает прийти на место согласованного митинга Дня России, я абсолютно этот формат поддержал, потому что я помню, что видел видеоролик, где Чао Шеско, который имел тоже более 90% поддержки, что именно разгневанная молодежь, которая пришла на согласованный митинг в поддержку Чао Шеско, она перекрикивала его речь, он после этого потерял фактически управление. И все достаточно быстро привело к тому, что его расстреляли. Поэтому я не против того, чтобы приходить на согласованные митинги людям, реально знающим о ситуации в стране, чтобы они реальную повестку там тоже озвучивали. Поэтому я данный формат Навального тоже поддержал, хотя, опять-таки, повестка его антикоррупционная мне не очень близка, а мне интереснее люди. Я выходил за лиц заключенных, за против пыток, которые у нас происходят в лагерях, в первую очередь за людей. Вот, к сожалению, пришел я позже на данное мероприятие, на День России. И дойти я не смог, так как оттуда уже выдавливали людей, и я стоял недалеко от входа на место согласованного митинга. Перед этим входом уже стояла цепочка силовиков, и люди столпились на татуаре, пытаясь пройти на эту Тверскую улицу. В какой-то момент туда ворвались, как выяснилось позднее, Росгвардейцы или Насгвардейцы, я не знаю, как их правильно называть, и начали кричать людям, это, видимо, по их мнению, законные требования. Разойдитесь, в автозак захотели. Это вот законное требование такое было. Я понимаю, что я таких законов нигде не видел, где написано, даже в законе полиции я считал, что такого требования нету, полиция законов, разойдись, в автозак захотела. Но, тем не менее, я отошел с ротуара, встал на бордюр, и кто-то уже из Росгвардейцев подошел ко мне и прямо мне говорит, разойдись, в автозак захотел. То же самое уже повторил. Я так подумал, что, видимо, Росгвардейцы, они представляют себя опричниками и считают, что полиция – это не наемные работники, которые должны защищать права и свободы граждан, должны работать на власть, на граждан, а что это какие-то, к ним должны относиться как к страшным бандитам, увидев которых, я должен разворачиваться и бежать с ускорением. Поэтому, естественно, я так к ним не отношусь и считаю, что это товарищи, которые лично надеяны властными полномочиями, народом, властем, но и в том числе, и незаконные требования озвучивать не могут. И я никуда не убежал, ему, видимо, это не понравилось, и после вот этой фразы, вторично озвученной, разойдись в автозак захотел, он уже ничего не говоря, просто схватил меня и потащил. Вот, по пути в автозак, я, как обычно, знаю, что просто хватать человека и тащить его в автозак, не представляясь, не озвучивая причину ограничения прав и свободы, возникающих прав в связи с ограничением, незаконное, это прямое нарушение федерального закона полиции, я начал озвучивать требования. Представьтесь, предъявите удостоверение, и я увидел, что у него нет нагрудного знака, спросил, а где ваш нагрудный знак? А что он ответил, я Росгвардеец, там, типа, и я как бы... Закон о полиции не подчиняюсь. Да, да, что-то такое, и я как-то не понял, а что это за бандиты вне закона, что ли? Да. А я спрашиваю, а вы закон о полиции знаете, вы вообще законы соблюдаете? Ну, ему это не понравилось, меня просто довели до автозака, завели внутрь, и там, в принципе, я уже познакомился со многими замечательными людьми. Так, у нас в автозаке было сколько? 23 человека, да? Да, привезли нас сначала в Рязанское УВД, да, и поставили там. В автозаке было очень жарко, вот, нас, как обычно, они не водили ни курить людей, я сам не курю, как бы, я от этого не страдаю, но люди хотели там и курить, хотели в туалет. Это они нас игнорировали, да, они, то есть, вообще ушли, оставили, то есть, не конвой. Да, и после того, что мы там пытались перевернуть, да, автозак сначала, у нас это не удалось. Да, раскачивали, хотели перевернуть этот автобус, у нас это не получилось, потом мы, что мы начали делать, по-моему, там пинать, буянить, да, я где-то это видео выкладывал на сайте автозактовки, может быть, еще оно пока не выложено, где-то в почте там лежит. Вот, после того, как мы пошумели, да, пришел человек и начал нас водить в туалет, да, и курить людей, начал водить. Да, началось какое-то, хотя бы, чистое соблюдение прав. Да, нужно буянить, нужно шуметь, нужно, скажем так, пытаться заставить, обратить на себя внимание, чтобы полиция все-таки делала, то есть, какие-то... Теперь это будет очередной момент, не шурши пакет. Не шурши пакет, прям, да, убери, не шурши пакет. Что сделать, потом они, по-моему, да, они нас вывели все, кстати, тебя, Эльдар, и еще, по-моему, несколько человек сразу же отделили, почему-то, остальных нас перевели в актовый зал, и сначала поздравили с праздником, на что я саркастически заметил, что очень хороший праздник под удары дубинок. Вот, ну, они видят то, что, может быть, они хотели вот эту основную массу попытаться с ней поработать, скажем так, идеологически, но нас выделили, кстати, очень, ну, те, кто взрослые люди, и от Эльдара меня отсели и сказали, отвели нас назад в автозак, и сказали, что за вами приедут специальные люди, то есть вы поедете в другое отделение, за вами приедут специально выделенные люди, специально люди выделенные выглядели в балаклавах, в форме ОМОНовцев, без опознавательных знаков, вели они себя очень недружелюбно, не шли на разговорный контакт, чем отличались от работников полиции в Рязанском УВД. Вот, и сколько мы там просидели, еще, наверное, ну, несколько часов, да, мы просидели? Как нас привезли в Рязанский? Нет, после того, как нас отделили от основной части людей, выделили, скажем так, часа два, и нас водили в туалет, относились к нам замечательно, мы поговорили с конвойным, да, там пришел офицер, вот, он сказал, что он бывший казак, он начал кричать, ругаться матом, вот этот Навальный, зараза такая, моя дочь дура связалась, тоже там, и зять его забрали, там все, и то, ну, я вырос там в нищете, я ходил в калошах, и что? И в этом виду вот Навальный. Ну, да, то есть он сокрушал, и вы будете не лучше, и чем вам это все не нравится, на что я задал ему очень хороший вопрос, помнишь, Эльдара, я спросил, а вы сами-то брали взятки, воровали, он сказал, да, да, я грешен, да, я брал взятки, да, да все берут, все воруют, я говорю, ну, спасибо за честность, он говорит, но только это не на камеру, я говорю, я обещаю, что на камере ни одного лица полицейского не будет, не переживайте, ну, говорю, ну, хотя бы спасибо, что вы искренне с нами отвечаете на все на это. Ну, после этого, ну, конвоир нам давал бутерброды, он хорошо с нами беседовал, во многом соглашался, но когда приходил офицер, он тут же менял свое мнение, и как-то, возможно, какой-то все-таки офицер на них воздействие имеет, причем он никаким образом не говорил его, не делал ему замечания, то есть это просто присутствие офицера влияло так на него. Ну, давай спросим у Эльдара, вот тут пишут, революция без застенков, это балет, как ты считаешь, балет без застенков, ты прошел застенки самые, что ни на есть такие, в общем-то, это обязательно должно прилагаться к любому изменению политического строя, как ты думаешь, или, то есть это такой бонус, что ли, народ должен такую жертву нести, чтобы поменять какую-то сволочь, обязательно должны лучшие люди сидеть в тюрьмах, там, я не знаю, их должны убивать, как Немцова и так далее, то есть обязательно народ такую должен жертву приносить, чтобы поменять какого-то пидораста наверху, я имею в виду в худшем смысле. Я вспоминаю польскую солидарность, там периодически кого-то во время выступлений из рабочих расстреливали, вспоминаю поющие прибалтийские революции, которые некий, как российский ОМОН, тоже то ли 20, то ли 40 людей убили, расстреляли. Вспоминаю сербский отпор, я слушал лекцию, и там тысячи были, вроде бы, ну вот, по лекции политзаключенных, я так понимаю, что, видимо, действительно, те люди, которые хотят добиться изменений, должны показывать, что они готовы отстаивать, готовы стоять, и чего стоят их принципы, готовы ли они действительно бороться за свою свободу, за свои права. Да, видимо, приходится через это проходить, либо я чуть-чуть припечет мне, даю заднюю, уезжаю из страны, и говорю, все, мне это не надо, либо я показываю своим примером, что нет, я от своих слов не отказываюсь, я борюсь за свои права, борюсь за права других людей, и для меня эти ценности имеют вес, я готов за них бороться. Наверное, да, приходится платить такую цену иногда, сидеть. Сереж, ты что, там, вопрос? Да, да, я наблюдаю. Нет, но меня больше всего интересует, я прошу прощения, что я отвлекаюсь, на важные темы отвлекаюсь. У меня самый основной вопрос, в общем-то, один, да, то есть мы поговорили о том, что было 26-го, что было 12-го, ваши прогнозы на дальше, потому что, в общем-то, общество разделилось на два типа, ну, я имею в виду оппозиционное общество. Одно говорит, что вот мы идем по сценарию 2013-го года, ни к чему это не приведет, болотное дело, всех пересажают, протест сливается. А кто-то говорит, что это уже не 2013-й год, уже другая страна, уже другие люди, и люди просто так не уйдут. И мир другой, самый главный, мир другой, не просто другая страна. Поэтому интересно твое мнение, какие пути, что будет дальше? Мы видим, вот, 5-й, 11-й, мы видим революцию в России, Навальный видит выборы, там, в 2018-м году, кто-то еще что-то видит, кто-то вообще ничего не видит. Вот что видишь ты? Я всегда люблю говорить то, что я не, а я не пророк, не прогнозист, я знаю, что я буду делать, а что будет, я без понятия, победить добро или победить зло, не знаю. Я знаю, что я буду бороться за то, чтобы остаться человеком и не быть соучастником того зла, который происходит в нашей стране. То есть, делай, что должен, и будь, что будет. Ну, у нас тоже такой же принцип, мы тоже идем в этом направлении, потому что, ну, в любом случае, то есть, есть высшая, так сказать, цель и высшая цена, это Родина наша. То есть, нам нужно, чтобы, ну, чтобы она была реально наша, а не Вовина, да, и мы Вовины крепостные, но, наверное, хорош, надо поставить все это крепостничество в России, заслон, так сказать, твердое нет сказать. Вот, как ты в тюрьмах сидел там, как, на твой взгляд, обстановка с точки зрения того, что будет ли оттуда какая-то помощь, если народ решит сбросить это ермо? Люди в тюрьмах смогут сказать нет этой власти, там, так жестко, резко? Да, то, что я видел в тюрьмах настроение людей и пытался анализировать, на мой взгляд, абсолютно такое же процентное соотношение, что и на так называемой свободе. Все даже, может быть, еще хуже. Поэтому особой разницы нет между сидящими по их настроениям и отношениях Путина и между находящимися на свободе. Почему-то, несмотря на то, что они вроде бы сильнее сталкиваются с произволом судейским, они согласны с тем, что у нас нет судей, но они почему-то не видят причину, что судей, судов у нас нет, не видят главную причину из-за Путина. Потому что, к сожалению, по Конституции у нас судей назначают президент, что сразу же противоречит основам демократии о разделении ветвей власти. Вот. Они не видят, что тот, кто назначает судей, что он причина того, что у нас нет судов. В абсолютности согласны с тем, что нет судов, но Путин все-таки царь. Ну, это примерно то же самое, что у нас говорил. Средств такой же, как и на так называемой свободе. Ильдар, ну расскажи, там же тебя же все-таки избили, я этого не мог наблюдать, поскольку я находился в камере для административных, ну, задержанных для под административным правонарушениям. Но я слышал, что там были какие-то удушающие, наверное, моменты, и слышал звуки борьбы и ударов. К самому главному хотел перейти все-таки, да, рассказать о том, что произошло в дальнейшем, когда нас привезли из Рязанского. В Нижегородском, да. В ОВД Нижегородской, которые, ну, таких ОВД я не встречал в Москве. Так они дали не позвонить, нам не дали ни адвоката, не объяснили наш статус, вообще не показывали никаких бумаг и просто беспредельно от начала и до конца. Началось все с того, что как только мы туда приехали, у нас попытались отобрать вещи. Я был более, по моим подсчетам, да еще до посадки, более 50 незаконных задержаний у меня было. Ни одного законного задержания не было, как это положено по закону. Все они были незаконными. И я уже знаю, что когда вещи отбираю, должны составляться протоколы о досмотре вещей, присутствии двух понятых, в случае изъятия вещей, протоколы об изъятии вещей, также с двумя понятыми. Но с самого начала у них был начальник, который тоже меня поразил, был в гражданке, ввел себя как браток какой-то. Давайте, забирайте у него что-то с таким прям. Там обычно они хотя бы официально пытаются, даже когда отдают незаконные приказы, но более-менее формально, ведут себя не совсем уж по виду, не скажешь по ним, что по-бандитски. Вот это других ОВД. И обычно они в форме. Вот это в гражданке, другие люди, которые впоследствии меня там били, тоже часто были в гражданке. То есть там реально уже какие-то отбившиеся и от закона, и от понятия того, что такое должен быть сотрудник полиции. Хотя бы фикцию изображать, хотя бы форму носить. Вот, и этот начальник полиции сразу начал говорить, чтобы давайте, давайте, забирайте. У него вещи. Но нижестоящие сотрудники полиции, которые были все-таки в форме, некоторые из них, они тушевались на мои законные требования о том, чтобы перевели двух понятых и составили протокол о водосмотре, либо об изъятии вещей в случае изъятия вещей. Раза два они меня пытались вроде начать отбирать, я им озвучил законные требования, а начальник давил на своих подчиненных, давайте, забирайте у него уже. Но в итоге, видимо, в присутствии другие... Да, ты же достал книжечку, начал зачитывать, это же было при мне же. У меня же федеральный закон о полиции... Да, ты говорил, что вы нарушаете, я сказал, да, вы нарушаете, ребят, нарушаете. Он говорит, ну тебя досмотрели, давай проходи. Как главный принцип, чтобы сломать человека, обычно это используется сейчас в отделах полиции, человека пытаются отделить от других людей, и что они сразу же сделали, по-моему, начальник также им сказал, введите его в другую комнату. Меня привели в другую комнату отдельно от других шести ребят, с которыми нас привезли в это УВД Нижегородское. Ну, комната досмотрена, по-моему. Наверное, да. И там... Она примыкала прямо к тому помещению, где мы находились, поэтому было очень хорошо все слышно. Там тоже именно начальник полиции, двум сотрудникам полиции, которые были в форме, начал говорить, давайте, забирайте у него уже вещи. Я не понимал, почему так нагло ведет себя начальник полиции, отдавая такие очевидные незаконные распоряжения своим подчиненным. Я опять начал озвучивать о том, чтобы все это делалось по закону, присутствие понятых, составление соответствующих протоколов. Нежестоящие сотрудники пытались, там уже просто склонялись ко мне, и ты что нас провоцируешь? То есть по ним законные требования, это провокация называется. Давай, снимай вещи, и начали уже заставлять меня снимать шнурки. И тогда я в ответ сказал вам то, что любые их требования в соответствии с Конституцией, я имею право на ознакомление документов и материалов на основании чего они требуют. Говорю, покажите мне, где это написано, что я должен снимать шнурки, и я сниму, чтобы ваши требования в соответствии с 24 статьей Конституции будут законными, только когда вы меня ознакомите с документами и материалами, на основании чего вы данное требование озвучиваете. Иначе данное требование с точки зрения 24 статьи Конституции незаконно. Они, естественно, наверное, вообще, что такое Конституция, особо не слышали. Вообще, они там говорили нам, я говорил, покажите бумагу, что я должен дать отпечатки пальцев, все прочее. Ну, знаете, нам лень. Вот это вот меня просто поражало, вот это вот отношение. То есть, они не скрывали своей халатности, вот этого пренебрежения нами, как вообще, как людьми. И наплевательским отношением к основному закону страны, который я должен соблюдать. В итоге я достал федеральный закон о полиции, достал Конституцию, показываю федеральный закон о полиции, статью третью, говорю, вот правовую основу составляет Конституция, вы обязаны соблюдать Конституцию. Они такие, а там еще дальше идут какие-то законы. То есть, они не знают, что в Конституции написано, что Конституция имеет высшую юридическую силу, никакие другие правовые акты не должны ей противоречить. Это повторялось несколько раз. Ниже стоящие сотрудники, которые пытались меня незаконно обыскать, без понятных, без составления протокола, каждый раз тушевались, когда я им озвучивал законные требования. Но каждый раз начальник полиции говорит, что вы, давайте, давайте. Ну, вот так вот бандитский принуждал их к незаконным действиям. В итоге, когда я начальника полиции начал озвучивать, что он фактически преступник, так как он, будучи наделен властными полномочиями, отдает незаконное распоряжение своим подчиненным, что они там, получается, вообще какое-то у них организованное преступное сообщество, а не отдел полиции. Ему это очень не понравилось. И он начал что-то мне грубить, когда я ему достал Конституцию и начал показывать, что он должен ее соблюдать. В итоге, в какой-то момент он просто начал вырывать меня Конституцией вместе с федеральным законом о полиции, и примерно где-то наполовину порвав, уже начал там крещать вроде другим, давайте забирайте у него все вещи. И после этого уже на меня накинулись два сотрудника полиции. Я, как обычно, знаю то, что наши доблестные сотрудники полиции любят фабриковать материалы, в которых пишут, что человек махал руками, хватал их за форменную одежду, это стандартно, и в Карелии форма была. Я, естественно, обычно держу руки в сцепке, так как я слышал, что в Европе это юридически означает, что ты, значит, не оказываешь сопротивления или нападения, не ведешь себя агрессивно. Я сцепил руки в сцепку, они меня положили на стол, животом вниз, у них не получилось, не получалось расцепить руки, тогда они позвали двух этих нацгвардейцев или росгвардейцев, которые были в масках балаклавок. Ну да, вот эти ребята. Тогда уже начальник полиции уже к этому моменту вышел, вчетвером пытались расцепить руки, я просто буду иногда сейчас употреблять вас, нужен мат, хотя я его не люблю, просто из песен слов не выкнишь, как там до стола, давай, сука, расцепляй свои руки. В общем, четвером им это сделать не удалось, тогда кто-то из них начал наступать подошвой на мои ступни, начали снимать ботинки, порвали мне ремень, часы, ремешок, в общем, просто грубо все срывали и рвали. Порвали джинсы. Ну я слышал, звуки борьбы были серьезные. Как бандиты просто разрывали, разрывались всю одежду на мне. Когда с меня сняли обувь, сорвали часы, порвали джинсы, ремень, в итоге, сейчас вспомню, что они там дальше, один из нас гордейцев начал пытаться меня душить, да, сразу уточню, там была камера. Да, везде были камеры. Начальник полиции говорил, что мы можем не приглашать понятых, что ты как-то наболвался и не составлять протокол об изъятии, у нас вот видеокамера все пишет. Ответ на что я тоже сказал, что правозащитники говорят, что есть такой закон, покажите мне, где в законе написано, что вы можете этого не делать. Конечно, он никакого закона мне не показал. Это так, еще оговорка. И все это происходило под видеокамеру. Когда меня уже без обуви в носках в итоге свалили на пол, один из этих нас гвардейцев прям под видеокамеру нанес сначала несколько наутмуш ударов ногой по бедру мне. Один, при этом один из, извините, я просто вспоминаю, поэтому сейчас все сумбурно, один из тех, кто был в форме сотрудников полиции, именно дежурной части, сказал, все, все, хватит, не надо, не надо. И, видимо, он знал о видеокамере и не хотел под видеокамерой совсем полиции, что они меня избивают. Ну и в итоге меня так в носках затащили в комнату в КПЗ или, в общем, закрытую камеру. Мы имели возможность тебе подходить, я видел, что у тебя была шишка, рассечение. Рассещения не было. Ну, или мне полка, ну что-то было у тебя там, может, и не видел. В дальнейшем мы имели возможность с Эльдаром общаться. Да, хотел бы заметить то, что мне показалось странным, что за всю ночь работы УВД не было доставлено ни пьяного, ни любого другого нарушителя. Такое ощущение, что УВД было освобождено от текущей работы и чтобы они могли заниматься только нами. Тогда еще уточню, так как я не все, еще продолжу рассказ. По поводу вот такого поведения начальника полиции. Я немножко вспомнил свою Карелию. Даже Костя в себя так нагло, да, он отдавал распоряжение, ну там, ввел себя достаточно нагло. Но до такого мата, как опускались вот в данном отделе полиции, когда с меня пытались снять отпечатки пальцев, когда там какие-то стали люди, уже появились два в гражданке, я так понимаю, оперативники какие-то. Я сейчас все, прихожу, спрыгаю, извините, просто попробую последовательно. Сначала продолжу, как меня отвели в камеру. Отвели я в камеру, когда меня вели в камеру, я крикнул о том, что меня сейчас били. Ребята, которые были в соседнем, где-то там в соседнем помещении, они должны были слышать это. После того, как меня отвели в камеру, я босиком там некоторое время пытался долбить. Ты там долбил, да, да, вот я вспомнил, да, ты очень долго там долбил. Чтобы мне... Минут 20, наверное. Во-первых, озвучили на каком основании без понятых, все это отобрали, порвали, чтобы озвучили, наконец-таки, причину задержания, потому что с начала момента задержания ничто этого озвученного не было. Вот, им, наверное, это очень понравилось, и где-то, наверное, через час у меня из этой камеры босиком... Не босиком, а в носках потащили по всему... Не помню, повели поначалу, повели по всему ВД в отделение дежурной части, и там попытались заставить меня приложить палец в камеру, на что я им озвучил, что отпечатки пальцев могут брать только после решения суда по административным делам либо при возбуждении уголовного дела, поэтому в данный момент я могу это сделать добровольно, принуждать, и они меня не имеют права. И вот здесь меня поразило, возможно, ребята тоже слышали, они были не очень далеко. В этой дежурной части было человек 6-7 сотрудников полиции, в форме сотрудников полиции, эти 2 или 3 оперативников. Когда этим оперативникам что-то озвучивало законное, там шоу мат-перемат, я такого вообще, я говорю, более 50 сдержаний у меня было в Москве, я такого никогда не встречал, настолько нагло, настолько открыто. Сейчас вот то, что там было, ну что, ёбнулся, что ли? Какой у тебя мудак-то права? Какая тебе конституция? Да, кстати, там продукты, и мы их заметили, кстати, случайно заметили, и, по-моему, эти продукты были привезены тебе. И только после того, как мы неоднократно говорили о том, что надо отдать Эльдару продукты, мы их заставили это сделать, и они очень неохотно как бы это делали, потом, да-да-да-да, и все равно эти продукты мы тебе же передали потом, понимаешь? То есть они вообще не хотели тебе и продукт передавать. Без пока на ней надавишь, не выполняют. Вот, продолжусь здесь. По поводу вот такого наглого, дежурная часть, внутри сотрудники полиции, которые якобы при исполнении, какие-то люди в гражданке, матом-перематом, не стесняясь, когда говоришь, вы ведете себя как бандиты, да, и че нахуй? Вот все в таком духе. И я такого, реально, я в последний раз такое видел в Карелии, только видео даже в Карелии настолько открыто это не происходило. Что-то вот изменилось, это впервые после моей отсидки, это то, что главное изменение, которое я заметил. Никогда я в такой УВД еще не попадал. И такого наглого, такого открыто циничного, нескрываемой наглости, включая от начальника полиции, я еще не видел. То есть там реально бандиты, которые уже даже не пытаются изображать видимость фикции, я так поздреваю, что там так ведут достаточно часто по отношению к другим людям, либо, может, бизнесменов они там прижимают, либо еще что, и ломают. Ну да, я имел там вопрос, а зачем им это нужно? Вот я всегда, когда они начинают что-то перегибать, я спрашиваю, зачем им лично это нужно, и все. И сразу они включают заднюю, всегда, еще ни разу не было, чтобы не включили. Я лишь озвучиваю происходящее, что они прямо нарушают закона, и в данный момент являются преступниками, а фактически организованным преступным сообществом. Может быть, они не сталкивались с таким сопротивлением или явным выражением того, что ты такую имеешь свою четкую позицию, может быть, это их взбесило, понимаешь? Что-то они к этому, наверное, не привыкли. Что-то я помню слова. Необычно привыкли к арабскому взгляду и тут же подчинению, а тут такой, скажем, открытый вызов им. Я видел, когда прошел от тебя полицейский в белой рубашке, он был просто взбешен и разъярен. Он просто для него, наверное, было неприемлемо, что какой-то человек имеет право сопротивляться ему, полицейскому офицеру, который... Сопротивляться не просто о беспределу, незакону, а о беспределу, который они творят. Я вот говорю, как я это видел. Продолжу все-таки дойти до таких моментов, которые меня еще больше поразили в данном ОВД. Или ОПГ, точнее. Или ОПС, Организованное преступное сообщество, по-другому я назвать не могу. Пытались какую-то пропаганду... Ту-ф-ту... Говорить не о том, что ты против России, вот эту... Я прямо говорю то, что, извините, я против бандитов, я за законы. В данный момент вы против законов России, получается, против России. И вы сейчас нарушаете закон. В общем, я называла вещи своими именами. Эти еще перепалки с нами, возможно, вы должны были слышать. Это еще происходило в дежурной части, которая далеко... Нет, это уже в дежурной части, откуда нас повели в эту комнату засмотра. Далее эти гражданки... А, начало, да, это начало самое, когда нам... Далее эти товарищи в гражданке уже начали... Ну, видно было, что им это все-то не понравилось. Окей, ну все, мы тебя сейчас поведем. Поведем какую-то комнату. Глазь уже были угрозы. Было понятно, что они что-то хотят делать не очень хорошее. В итоге меня начали толкать уже куда-то везти на лестницу, куда-то в другую... Вообще в другую... В направлении... В другую часть здания полиции. Я тогда сел на лестницу, потому что идти куда-то в какую-то комнату мне не хотелось. И желания не было. Тогда они позвали эти двое сначала оперативники... Буду называть их оперативники. Кто-то... Были они мне документы не показывали, я их называю оперативники. Они позвали снова двух нацгвардейцев. Опять подошли два нацгвардейца в Балаклавах. Вот. И схватили меня за четыре конечности, потащили меня наверх по лестнице. Потащили вниз головой. Где-то на втором или третьем этаже они перешли, нашли... Потащили по какому-то коридору, на котором не было освещения. И в более-менее темном месте бросили меня эти нацгвардейцы. А, еще до нацгвардейцев эти в форме уже говорили. Сейчас мы нацгвардейцев позовем, и якобы они в Балаклавах. И они могут тебя спокойно и бить. То есть они прямо не скрывают, что это бандиты. И Балаклавы им нужны только для того, чтобы с помощью анонимности совершать преступления. Прямо признаются, что вот у Балаклавы сокрытие лиц им позволяет совершать беззаконие. То есть даже не скрывают этого. Вот. И в итоге, когда меня вчетвером дотащили до какого-то коридорчика, то ли на втором, то ли на третьем этаже, там бросили. И один из тех, кто в Балаклавах был, этих нацгвардейцев, начал методично бить не пыром, а голеностопом, не по бедрам. По одному, по другому. И я так после выхода из тюрьмы, после там проблем личных, семейных, чувствовал, что у меня сейчас сила духа не очень большая. Умирать я что-то не был настроен. И, к сожалению, я там не смог долго сопротивляться. Где-то на восьмой удар я уже чувствовал, что у меня что-то ноги слишком сильно отбиты. А он просто наносил потихоньку. Не потихоньку, один раз нанесет так, что нога чуть не отнимается, потом другой раз, второй раз, третий, четвертый. Периодически спрашивают, ну что, ты пойдешь? Потом достаточно быстро сломался и встал. И в итоге пошел. Бить они перестали, просто говорили, куда идти. В итоге довели до какой-то комнаты. Завели в эту комнату. Сказали сесть, там был стол, была светлая. Около стола тубуретка. Сказали, сесть на эту тубуретку, осену эту тубуретку. И сразу же практически эти двое в балаклавах, один из них начинает наносить удары по лицу. Один раз удар на лод, на шоу ладонью. Другой раз удар на лод пошел ладонью. Я в это время просто смотрю на него. Ничего не предпринимаю. И просто смотрю ему в глаза. Где-то я точно не помню, сколько было ударов нанесено. Три или пять. После какого-то раза он что-то начинает говорить. Да он под наркотиками, смотрите на него. В общем, перестал меня бить. И они с своим коллегой в балаклавах уже спокойно ушли. Я помню, что уже в комнате, кажется, эти оперативники, которые не скрывали своих лиц, они тоже там кищились тем, что да вон, они в балаклавах, им ничего не будет. Что хотят с тобой, то и делают. То есть они прям показушно, не боятся, признаются в том, что балаклава, эта Насгвардия нужна лишь для того, чтобы совершать спокойное беззаконие, избивать людей и не быть привлеченными к ответственности. То есть фактически они выполняют роль опричников. Те, кто должны запугивать население, вселять в него страх, это такие беспредельщики, на которых не действует закон. Бандиты, бандиты балаклавах, так их назову. Это наша доблестная Росса или Насгвардия. Вот. В итоге эти два доблестных Насгвардейца ушли, и тогда продолжили экзекуцию уже двое этих оперативников, которые лица свои не скрывали. Сначала в основном активничал там один из них, молодой более-менее парень. Он что-то говорил, ну что ты говоришь, что мы бандиты? Я говорю, а кто вы, да, у бандита? Он что-то насчет Насгвардейцев тоже начал говорить. Ну вот они, в масках им ничего не будет. Я говорю, ну да, она именно позволяет преступление. И он тоже снова, блядь, вот когда им говоришь правду, очевидно, он, что ты что, охуел? Ну что, я им сказал правду. Вот. И в итоге начал он уносить удары ладонью. Я также, я не знаю, я просто чувствую то, что я был условлен духом, как что-то, и пока что все пытаясь, как обычно, держал руки в сетке. Просто сразу хочу сделать уточнение, то что я чувствую, что возможно в ближайшее время мне ненадолго хватит, и если в последующем эти вещи продолжатся, то что я что-то сделаю в ответ с кем-то из них, и если меня посадят за это, или если со мной что-то случится, если я там пропаду вдруг, якобы из-за того, что я напал на сотрудника полиции, просто знайте, что это из-за того, что я уже не выдерживаю эти избиения, и что мне пришлось кому-то ответить, потому что я, ну я не могу больше этого держать. Это так на будущее, если вдруг меня найдете в лесу со следами пыток, просто знайте, я просто уже достал терпеть этот беспредел. Здесь я тоже держал руки в сетке, терпел эти удары, смотрел в лицо, пытался запомнить их лица, им тоже это очень не нравилось. В какой-то момент этот молодой оперативник взял папку, ну я понял то, что он сейчас, наверное, будет ей бить, то, что это такой прям так артистично в итоге замахнулся, два удара мне нанес. Я инстинктивно все-таки там уже рукой пытался их отбить, потому что уже надоело это терпеть. Вот. В какой-то момент они сбили стопу редки, двоих, кто-то из них там пытался по ногам ударить. Вот. После этого физические избиения прекратились, началось моральное давление у этого молодого. А, сразу уточню, иногда периодически в комнату заходили один, насколько я позже узнал, зам, начальника полиции, какие-то другие тоже. Почему-то в гражданке, все гражданки общаться. И такое ощущение, что они, у них даже атрибуты есть, что ты уже не по сотруднике полиции, а какая-то мафия, у них у всех расстегнуты, обычно какие-то вороды. По всем виду прям типичные бандиты. И не повадки у них, и разговоры. И постоянный мат-перемат. И у всех цепочки, толстые цепочки. Вот я не знаю, может они там бизнесмены, периодически давят. Какие уже манеры поведения? Настолько в роли, вы уже каких-то братков вжились, форму не носят. Совершенно верно. Ладно, продолжу. И тут из них периодически заходят, подходят к ним вплотную, смотрят мне в глаза. Я думаю, ну что ты смотришь мне в глаза? Смотрю на него, пытаюсь запомнить, что в будущем, если что, проявляешься запоминать лица. Но им, видимо, не нравится, когда они смотрят в глаза, они грозно смотрели и уходили. И этот молодой, в какой-то момент, я увидел у него такой хищнический взгляд, появился озорной блеск, говорит, а давай пакет наденем. Я сразу присяд, подумал, наверное, пакет для того, чтобы душить. Потому что я слышал о таких пытках. Потом говорит дальше, нет, давай ему, сыну, я говорю, коллеги, давай противогаз. И спрашивает, нет, ты курил когда-нибудь? То есть ты куришь? И еще не дождавшись от меня ответа, говорит, ну теперь будешь курить. То есть я начал вспоминать про всякие пытки с противогазом и с сигаретами. В общем, периодически матом что-то меня пытался запугать. Я сразу скажу, мне было страшно. Я реально предполагал, что у меня, учитывая то, что мне сначала отбивали ноги в коридоре, затем здесь били по лицу, ладонями сначала эти нацгвардейцы, затем эти оперативники, которые даже не боятся, что я клятся вижу. То есть били папкой, я предполагал, что реально, возможно, сейчас будут душить пакетом, возможно, будет противогазом этим душить. Мне было страшно, я реально предполагал, что есть вероятность этого. И учитывая то, что может по 30 дней времени, боевой дух не очень. Я почему-то не его готов. Как обычно, стараюсь готовить к смерти. Я боялся, мне было страшно. Это в их глазах считалось то, что это было действительно... Могло, что они могли пойти на все, это читалось в их глазах. В серьезной бiin, не видно было, но в глазах это читалось. Чувствах абсолютно безнаказанности было лишь жгучую ненусть к нам, не знаю почему, но это читалось в их глазах. Вот мне было реально страшно. Я сейчас пытаюсь основу готовить к тому, что лучше... Пройти этот путь достойно, сопротивляться и не бояться, ну, по крайней мере, пытаться преодолеть свой страх. Тогда было очень страшно, я уже об этом сказал, что я реально не исключал возможности применения этих пыток. Дальше там пытались грузить тем, что вот этот молодой, периодически тот тоже включался второй в беседу какую-то. А, вспомнил аналогию с Карелией. Опять вот эта вот тема опускания. И тоже были слова, и тебя, как они говорили, в рот выебут, и еще что-то. Да он петух, он петух, вот оскорбления и унижения и угрозы, и опять вот то, что тебя выебут. Вот эти, к сожалению, слова, которые любят наши бандиты, унижать людей и употреблять такие слова. И впоследствии еще там несколько было угроз тому, что мы с тобой еще не закончили, что-то наподобие этого. То, что с утра мы тебя еще отдадим ОМОН, они на тебе потренируются. Были угрозы того, что прицепят меня к батарее, если я сейчас, я тоже думал, сейчас вытащат, прицепят к батарее. И еще вот я запомнил сейчас последнее, что-то вот, и я заканчиваю то, что там впоследствии больше особо ничего не было. ОМОН усы поработают, батареи прицепят. И что-то еще что-то забыл. Ну вот, в общем, мне очень было весело, мне было достаточно страшно. В итоге, в итоге меня также в носках по всему отделу повели обратно на первый этаж и дальше уже завели в камеру. И впоследствии больше уже, слава богу, в эту ночь избиений не было. Но хочу уточнить, то что я надеялся, что какие-то следы останутся. Многие у меня в первую ночь оба бедра были отбиты так, что я не мог нормально спать ни на одном боку, ни на другом. Реально болели, были отбиты. Также я надеялся, что может на лице что-то останется, потому что Роман даже что-то видел. К сожалению, на лице тоже не осталось. То есть, я так предполагаю, к сожалению, эти бандиты, не только вот меня, нас политических там пытались поломать, что там реально прессуют, возможно, бизнесменов. Учитывая то, что там они такие какие-то цепочки дорогие, бандитские привычки, там я уверен, что вот эти угрозы, противогаз, пакет, этот озорный хищный блеск в глазах, что они это неоднократно там уже применяли. А, вспомнил еще, из того, когда они меня пытались чем запугать, то, что да давай его там на полчаса в ласточку свяжем, я не знаю, что за ласточка, вот что-то такое, чем-то таким угрожали. Я уверен, что вот здесь высокая вероятность того, что там не периодически каких-то людей ломали, что там, возможно, каким-то рэкетом организованным занимаются. Да, там был, кстати, один человек, он был, ну так, по виду похож, может быть, я предполагаю, что он явно был не полицейский, какого-то коммерческого вида человека в возрасте, и что там не с начальником там разговаривали, о чем-то, он вышел оттуда очень печально в виде, поэтому, возможно, твои подозрения есть основные. Я хочу здесь закончить. Я видел то, что творилось в карельской колонии, где я был, что это абсолютно идет все сверху, потому что это все организуется, позже подтвердилось с теми осужденными, с которыми мне не надо, удалось поговорить. Организуется все именно сверху. Здесь я увидел то же самое, потому как начальник полиции ввел себя, как подчиненные еще те, которые в форме неохотно исполняли то, что он требовался, как он все равно, какие там законы, давайте, снимайте с него. Это просто, я уверен, что там какой-то такой беспредел творится, что это абсолютно полностью не то, что закрывает глаза, а именно организует начальник полиции. Я надеюсь, что когда-то мы выясним это, и этот бандит будет привлечен к ответственности за организацию там реально какого-то преступного сообщества, этих беспредельщиков. Еще раз скажу, за более чем 50 задержаний, по моим подсчетам, до посадки, никогда такого беспредела в Москве я не встречал. У меня реально опять... Я начал вспоминать эту Карелию, я себе думаю, что ты мне везде с этими подонками, садистами. Сейчас, что я хотел завершить. Раньше у меня самые страшные УВД были, УВД Китай-город и УВД Хамовники, Мещанская, возможно, одни из самых беспредельных. Вот после данного УВД Нижегородская, они там как бы... Как это? Образово-показательные. Образово-показательные, они на троечку по беспределу. Вот здесь просто... Страшно, если мы движемся в эту сторону, если такая практика начнет распространяться по всем отделам полиции. Вот есть такой очень неприятный страшный звоночек, просто чтобы вы знали об этом. Я люблю говорить правду, как бы она страшно не была. Нужно знать, нужно знать врага в лицо, нужно знать о том, что... Скорее всего, да, народ прозреет и начнет делать правильное. Да. Нижегородская УВД. А где он находится? Я, к сожалению, еще не посмотрел. Знаешь, что... Тро Нижегородская, это на Кольцевой. Значит, что нужно сделать-то, я думаю. Во-первых, вот мы говорим все время про иллюстрационные списки. Это прям конкретно. Нижегородская УВД. Наши же зрители заходят туда, вот, УВД. Там есть списки сотрудников, они на столе в дежурной части. Незаметно сфотографируете, вообще всегда, когда вы находитесь под делом, фотографируете все. И все службы, там представлены списки сотрудников на столах у начальников. Ну, фотографируете и где-то вывешивать, мы будем ставить оценочку. Кому-то грубый минус, да. Люди должны устанавливать, где эти люди живут, где у них учатся дети, где у них работают жены. И представляете, если будет вот такой список, информационный мир нас защищает. Ну, вот эти вот суки, которые били Эльдара, да. Они бы знали, что там вот в списках есть. Они и жены, и дети, и все остальные. Ну, смели бы они это сделать? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Славяне Славович, я думаю, что и вот этих людей, которые скрывают свои лица, где-то на них данные тоже лежат. Конечно, есть данные. И эти данные добывать им очень легко можем добыть. То есть, каждый должен все время помнить. Пришел в РОВД, сфотографируй все, что можно и нельзя. И вывеси потом. Нужно просто создать какую-то базу. Я это все равно не смогу сделать молодые люди. Куда-то сливать, где это должно компоноваться все. И тогда весь этот оперативный полк, второй, там весь личный состав будет. И так далее. Это же все очень легко раскопать. То есть, люди, которые пытаются скрыться за масками, я думаю, что мы все равно найдем этих людей. Это списки есть на сайте МВД. Ну, у нас же полно хакеров. Ну, возьмите, скачайте, где-то опубликуйте. Мы будем этим пользоваться. Они скрываются, кстати, эти вещи. То есть, если, допустим, вот это какое-то, имя начальника отсутствует. Ну, не знаю. Я знаю, что это еще. А, ну, нужно фотографии. Все-таки можно я завершу ключевое, что я здесь еще хотел сказать. Я удивился, то, что отбивали достаточно хорошо. Я сказал, что первую ночь я реально... Руки у меня тоже были отбиты. Даже какое-то время у меня здесь было видно синяк. Еще есть на дня три. Пьюса. Но в первый день, несмотря на то, что ноги болели, руки болели, синяков не было. На лице, несмотря на то, что били достаточно, ну, я так скажу, конечно, не до... Как я на боксе был, знаешь, такой нокдаун получить. Не до потери на короткое время сознания. Но было достаточно больно и неприятно. Я уверен, что нанося удары так, что это причиняет достаточно сильную боль, но при этом не оставляет следов, то, что это нужно было пройти и сбить очень большое количество людей, чтобы научиться там... Наверное, скорее всего, там подобран специально коллектив, да. Закончу. Я уверен, что там конвейер по данным... По беспредельным таким действиям уже отработан. Очень часто применяют к людям. Они умеют бить людей, чтобы не оставлять следы. Бить больно. Бить так, чтобы это было... Ну, я говорю, я более достаточно терпимый, но... Это было больно и... Я прошу прощей, просто сейчас и все вырублюсь от того, что уже все. То есть, давайте против этого бороться, с этим бороться можно только сообщать, давайте объединяться, не отмалчиваться, не отсиживаться. Каждый может оказаться на месте Ильдара или на моем. Вы часто говорите, что милиция с вами. Почему мы так решили, что она с вами? Милиция. Да. Мы сразу общаемся. И даже я вам скажу, и даже я тебе скажу, что те люди, которые... Я разговариваю с человеком, у него очень большие звезды. И он мне говорит, я коррупционер, злодей, там, и так далее, подонок, мерзавец. Я это прекрасно понимаю. Правила игры такие, и я в аниме живу. Вот сейчас ты изменишь правила игры, я буду твоим правилам жить. И сделаю все, чтобы ты их изменил. Меня не устраивают эти правила, он мне объясняет. Я понимаю, но вот к хорошему-то быстро привыкают. А как вот он Лексус свой продаст? Или трогает ей? Нет, ну, может быть, он и не готов продавать свой Лексус. Но он же понимает, что это не будет длиться вечно. И в конечном итоге он понимает, что то, что последует... Чем дольше это будет длиться, тем страшнее будет конец. Это все понимают абсолютно. Кроме всего прочего, вот те полицейские, которых в оцеплении к нам присылают, они на Лексусах не ездят. Это ездят единицы. Вы понимаете? И они тоже показывают, да, вот эти вот захребетники. Как мне товарищ наш один. Очень-очень серьезный полицейский. Да, серьезный, и очень негодует. Вот я сегодня сказал по поводу людей в полковничьих погонах, которые ставят печати. У него погоны гораздо меньше. Он пашет сутками, да. Получает во много раз меньше того человека, который сидит с пузом. А еще и, как правило, женщины. Это для него вообще ужасно. Да, вот полковничьим погонами ставят печать просто. Красивая баба ставит печать, и все нормально. Все у нее хорошо, да. Поэтому это... Не знаю, я не уверен, что они так прямо хотят жить-то по-честному. То есть это как-то на людей даже не похоже. Что значит по-честному? Тут ты живешь хорошо, а тебе говорят, ты живи по-честному плохо. Дело в том, что революционная ситуация, это когда верхи не могут жить по-старому. Не то, что они не хотят, это мы не хотим. Они не могут жить по-старому. Они, может, что-то и хотели, но уже не могут. Все. Но вы считаете, что они хотят? Все хотят, они не могут. Они уже не могут, чтобы так было. Никак не могут. Потому что они жрут друг друга. Вы видите, что происходит? Происходит такой замес, совершенно чудовищный. Они друг друга боятся больше нас. Гораздо больше нас. Не знаю, мне кажется, если конкретно им задать вопрос, что вы, как вы выбираете, по закону из зарплаты в 20 тысяч, или как сейчас, то, что вы, в общем-то, рулите ситуацией, то вряд ли, наверное, для любого из них, вот я уверен, 90% скажет, да я лучше умру, чем бедным буду. А зачем это надо? А при чем здесь бедного? А мы не предлагаем никому бедности. Ну как, для них вот будет обычная жизнь, для них уже, в принципе, неприемлема для человека, который миллионы получает. Чтобы она была бедной, за этим мы это делаем. Мы хотим, чтобы обычная жизнь была богатой, нормальной, достаточной и достойной. Об этом мы и разговор. И как, как... Ну, при любой власти, в общем-то, даже где порядок, полицейский, это небогатый человек. Ну, не знаю. Смотря какой власть. Как вот в Америке. У меня друзья в Америке. Где же полицейский небогатый человек? Он и не бедный, но он небогатый. У него нет ни яхты, ни мерседесов. У нас полицейский получает гораздо больше медработника среднего звена. Вот у нас товарищ медработник среднего звена, не врач, фельдшер. Он получает сколько? 7 тысяч долларов. 7 тысяч долларов в месяц. Он получает... А? Да? Да? Вот мы часто с ним по скайпу общаемся. 7 тысяч получает там, ну, фельдшер. А полицейский получает больше. Ну, я не знаю. Но еще один момент, что если полицейский где-то попадет, вот, с хищением, там, какой-то коррупцией, он теряет все абсолютно. Вот ему дается волчий билет, и все. Вот они держатся за это место. Вот поэтому, как бы, нет коррупции, наверное. Потому что они знают, что... То есть... Любое разрешение, все. Даже пенсия лишается. Подытожим, как бы, этот вопрос. Вы считаете, что они готовы расстаться со своей жизнью? Которую они сейчас ведут? И быть честным людям. А мы об этом их спрашивать не будем. Нам-то какая-то... Нам абсолютно нет никакой разницы. Они не являются определяющим большинством. Определяющим большинством являются... Не-не, мы сейчас обсуждаем то, кто с вами они или нет. По большей части с нами. Ну, у них по большей части нет лексусов. Те, у кого есть лексусы, ну и хрен с ними. Какие лексусы у полиции? Смотрите, там они тоже получают скудную зарплату. Сейчас повысили зарплату. Кому повысили? Их начальникам повысили. Нет, сейчас даже капитан милиции получает больше 50 тысяч. Я могу привести, например, Самару, когда к нам пришли действующие... Не, я допускаю, что это только в Питере. Действующие сотрудники Росгвардии к нам пришли в Питере и рассказывали о том, что они отчитываются по бумажкам, в Самаре, да, отчитываются по бумажкам о том, что они получили 57 тысяч, а получают 23 навыки. И они еще говорят, что это очень хорошо, потому что у них там в соседнем отделе получают 20. И поэтому мы не впервые уже сталкиваемся с тем, что рассказывают про какие-то космические деньги у полицейских, а полицейские эти космические деньги не видят никогда в глазах. Да, и мы очень часто сталкиваемся с тем, что они между собой очень хорошо друг друга узнают по этому знаку. То есть, говорят, вот приезжая в командировку достаточно в отделе в каком-то показатель, сразу же у тебя куча товарищей и друзей. Так что, это однозначно. Так, может, следующий вопрос, или кто-то хочет, чтобы я не переубивал людей. Девушек, я хотела Иванову спросить, просто мне сложно было ослушать, хотелось бы спросить после голоса. Высшая Балтийская международная академия туризма. Все, так, да без проблем, можете спрашивать, что.